Вопрос. Каково положение того, с кем случилось что-то, когда он молился, но он не прервал молитву и не пожертвовал ею? Например, во время молитвы в мечети случилось землетрясение, люди разбежались, но некоторые из них остались, а имам не прервал молитву. В это время на них упал потолок мечети, и все они погибли. Считаются ли те, кто умер из-за продолжения молитвы во время землетрясения мучениками, шагидами или считаются самоубийцами? Краткий ответ. Нельзя продолжать молитву в том случае, если человек опасается, что умрет сам, или опасается, что погибнет невинный человек, которого можно было спасти. Продолжая молитву в такой ситуации, человек навлекает на себя грех, а если он получит раны или умрет из-за этого, то он будет тем, кто обрек на себя гибель. А Аллаху ведомо лучше.